Приветствую вас. Я думаю, что существует множество различных интерпретаций того, что с вами происходит, да? Вот. Существует множество различных интерпретаций, почему вы увлеклись именно тем, чем увлеклись. То есть, может быть, это просто импринт. Если это импринт, то импринт можно разбавить путем, например, поведенческой коррекции, поведенческой терапии. Вот. Здесь, как и сказал мой коллега, нужно будет потрудиться, потому что это вопрос определенной привычки, это вопрос определенных паттернов поведения. Ну, может же быть и другой вариант, более глубокий. Может же быть и другой вариант. Вариант, например, такой, что ваше увлечение, ваш фитиш, как вы его называете, и как называют его мои коллеги, имеет совсем другое значение. Что, если ваше увлечение носит характер именно компенсационного? То есть, по сути, то, что вы делаете, есть компенсация. Компенсация чего-то. Какой-то вашей, ну, например, проблемы. И это нельзя, на мой взгляд, сбрасывать со счетов. То есть, нельзя просто взять и убрать у вас. Вот, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, да, просто этого делать нельзя. Вот. Нельзя, потому что ситуация может усложниться достаточно сильно. Вот. Я бы проанализировал ваши отношения в семье, я бы проанализировал ваши отношения с родителями, я бы проанализировал бы все это для того, чтобы определить, определить досконально идеологию этого явления. Вот. Потому что, возможно, вы не были близки с отцом, возможно, у вас были какие-то проблемы во взаимоотношениях с отцом и так далее. То есть, вариантов может быть много. Может быть, у вас вообще были какие-то совсем иные проблемы, да? Вот. То есть, тут нужно исследовать вот эти моменты, да, их нужно исследовать, на мой взгляд. Потому что, ну, в противном случае это будет просто очень поверхностная история, очень поверхностный анализ, который вам, вероятнее всего, ничего не даст. Просто в силу того, что он будет очень поверхностный. Вот. Что касается жены, что касается того, что вы говорите о сложности восприятия женщин, то мне кажется, что во многом это упирается в ваше представление о сексе и в запреты секса просто так. То есть, вы говорите, что если у меня нет чувств, да, то ничего не получится. На мой взгляд, здесь мы говорим о вашей неуверенности в себе. На мой взгляд, мы говорим здесь о том, что вы сомневаетесь, что вы боитесь, что вы склонны к тревоге и так далее. Вот. Если это так, то с этим тоже нужно работать, потому что вполне возможно, что то, что у вас была только одна женщина, то, что вам постоянно хочется секса, а вы себя, опять же, постоянно сдерживаете. Вот. И думаю, что ничего не получится. Создает эффект, создает элемент, если можно так выразиться, элемент запрета. Вот. Элемент запрета. А это, в свою очередь, не есть хорошо. Вот. То есть, грубо говоря, и грубо говоря, я бы обратил ваше внимание именно на вот те запреты, которые у вас имеются. Вот. И поработал бы с ними. То есть, то, что вы говорите, что, вот, еще раз повторяю, да, то, что вы говорите, что я не могу там, значит, просто так, да, вот. Но это следствие вашей неуверенности в себе, потому что на самом деле вы, конечно же, можете, просто, просто вот в себе вы по какой-то причине это запрещаете. Вот. И вот эти вот искаженные представления ваши, ваши искаженные представления о том, что хорошо, что плохо, что правильно, что, ну, что неправильно и так далее, они вам, скорее всего, мешают. И мешают очень сильно, очень сильно. Вот. Что касается навязчивых мыслей, то с навязчивыми мыслями ситуация деликатная. Ну, еще больше, еще больше деликатная, потому что не совсем понятно, с чем это связано. Вот. То есть, с чем конкретно связаны ваши навязчивые мысли? То есть, вы меня извините, да, но, может быть, вам все понятно, да, но, вот, со стороны, да, ну, не совсем понятно, с чем связаны эти самые навязчивые мысли. Может быть, это связано с тем, что, вот, вы все больше и больше нуждаетесь, собственно, в том, что дает вам вот это ощущение, да, колгот. То есть, это вот, может быть, с этим связано. Может быть, это связано с чем-то еще, с чем-то другим, да, вот. Может быть, это связано с вашими желаниями и естественными потребностями в сексе именно с женщиной, вот. Понимаете? То есть, вариантов, на самом деле, довольно много вариантов. Всех вариантов, наверное, не озвучишь, да и, в принципе, не надо озвучивать, потому что, ну, вам, вам, ну, вам это не пойдет на пользу. Ну, на самом деле, вам это пойдет, скорее, только в негатив, из-за того, что вы будете думать о чем-то и так далее. Вот. И, собственно, таким образом, я полагаю, что основной вывод мы можем сделать следующее. Что значение вашего увлечения имеет, скорее всего, не сексуальный подтекст, а, скорее всего, имеет какой-то другой подтекст, например, подтекст, допустим, связанный с, ну, к примеру, к примеру, связанный с безопасностью, то есть, вот, ну, с потребностью чувствовать безопасность и так далее. Вот. Ну, например, например, как, как, как вариант. Вот. И с этим нужно работать. Вот. Дальше. Определенные проблемы в отношениях семьи и восприятия себя. Некоторое количество неверных установок, в том числе и в вопросах секса и в вопросах принятия себя. Вот. Природа навязчивых мыслей, которая содержит в себе как эмоциональные истории, вот, в прямом смысле слова, содержит в себе эмоциональные истории. То есть, что это значит? Это значит, что, эээ, за навязчивыми мыслями всегда скрываются определенные желания, за навязчивыми мыслями всегда скрываются определенные потребности, это нормально. Вот. И, вместе с тем, за навязчивыми мыслями скрывается ээм, не свобода, скажем так. То есть, какая-то такая, знаете, подчиненность, если можно так выразиться. И с этими моментами, конечно же, можно и нужно работать. Можно и нужно работать, потому что вам в дальнейшем вам скорее всего будет тяжелее. Вот, не хочу вас пугать, да, но в дальнейшем вам будет скорее всего тяжелее, еще тяжелее, чем сейчас. Вот, соответственно, вопрос заключается в том, чего вы хотите. Убрать элемент навешивости здесь, это одно, пожалуй. Если убрать элемент навешивости, это одно. Если мы говорим о, допустим, не об элементе навешивости, а если мы говорим о самом фитише, например, если мы говорим, это другое, там, другая история, это другой момент совсем. Вот. То есть тут уже вам нужно определиться с тем, чего вы хотели бы сами, в первую очередь, для себя. Вот. То есть, что вам нужно. И исходя из этого, уже можно было бы вам что-то рекомендовать. Вот. Это вот такие моменты. То, что я могу вам выразить, исходя из того, что вы написали. Вот. Возможно, вам потребуется работа с сексологом. Возможно. Возможно, что и нет. Если проблема действительно психологическая. Вот. Вот, в принципе, так. Так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Надеюсь, что вам это облегчило, облегчило немножко задачу, вот, по позиционированию. Вот. Хочу заметить лишь один еще момент, который я забыл упомянуть. Как бы, сексуальное желание, практически любое, оно проистекает из безопасности. То есть, ну, из чувства безопасности проистекает желание сексуальное. И, соответственно, можно говорить о том, что вы чувствуете, ощущаете возбуждение тогда и только тогда, когда вы понимаете, что защищены. Соответственно, на мой взгляд, на мой взгляд, исходить нужно из того, когда вы чувствуете себя в безопасности. Ну и так далее. И исходить нужно из того, что вам, собственно, дает ваше увлечение. Без какого бы то ни было негатива, без каких бы то ни было оценок, и так далее, и так далее. Вот. То есть, я не думаю, что мы вправе здесь как-то вас оценят, и так далее. Вот. Просто хотелось бы в этом разобраться, хотелось бы это поисследовать, и так далее. Вот. А вот это очень важный момент. Дальше же, я полагаю, будет, в общем-то, понятно, что и как делать, и в каком направлении вам, например, нужно будет двигать дальше. Вот. Такая история, такой момент, я надеюсь, что это было для вас полезным. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Ха-па !